Активный сектор фанатов, который по-моему 5 человек насчитывает. Атакует Динамо, удар поворотом и гол! 1-0 счет становится! Уже на третьей минуте хозяева забивают первый мяч в сегодняшней игре. Это кадры, как местная Динамо выходит вперед. Да и не просто забивает гол, а отправляет мяч в сетку ворот команде, которая борется за попадание в топ-3. Поэтому болельщики удивились и забитому мячу, и погодным условиям. Футболисты скользили и падали. Мяч застревал в снегу. Такой футбол, как будто козырь для Динамо. А вот для казанского «Сокола» настоящая проблема. Погодные условия на первое место вышли. И было тяжело построиться под снежное покрытие. Тяжело говорить про качество игры. Очень много было ошибок, что с одной, что с другой стороны. И у футболистов, и у судей. Мы берем эти моменты и на, скажем так, первое место также еще нужно, наверное, в этом матче выделить и поставить. Это самоотдача футболистов. По самоотдаче не поспоришь. Футболисты бились за каждый мяч. Даже так, что забивали не только ногой, но и рукой. Игрок «Динамо» Артем Яркин после подачи своего партнера перевесел всех в воздухе и отправил мяч в ворота соперника. Однако на повторах можно заметить, что гол был забит рукой. Все в лучших традициях аргентинского игрока Диего Марадонны. В далеком, в 86-м году футболист забил подобный гол в ворота сборной Англии. После этого мяча барнаульцы повели уверенно 2-0. Еще один гол хозяева забили во втором тайме. 3-0. А дальше случилось это. Поэтому Соколу, конечно, что-то эдакое нужно придумывать. И вот момент, выход 1 на 1, удар и гол. А этого вполне может хватить еще один момент у Джоева. Снова выход 1 на 1. Джоев перебрасывает и второй мяч забивает Арсен Джоев. Дубль буквально за минуту оформляет 31-й номер Сокола. Две минуты понадобилось Соколу, чтобы сократить отрыв в счете до одного. Однако барнаульцы выстояли и не отдали победу. 3-2. Динамо Барнаул берет 3 очка. Это прежде всего психология. Психология того, что команда особо много не выигрывает. Тут вроде повели. Наверное, расслабились. Или посчитали, что дело сделано. Поэтому получилось так, как получилось. Но, наверное, еще не хорошо, что и третий не получили. В заключительном туре барнаульская «Динамо» 19 октября примет на своем поле новотройскую носту в турнирной таблице. При всех положительных исходах барнаульцы могут подняться лишь на восьмое место. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Спасибо. 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 Спасибо.